Мой знакомый по имени Роберт Уэсснер в свободное от работы время любит делиться вестью о втором пришествии Иисуса Христа. Он посещает разные страны, проводит семинары, проповеди, рассказывая людям о том, что Господь совершил в его жизни и о том, что Христос придет скоро во второй раз. Когда он находится дома, он восстанавливает старые автомобили, занимается их покраской. Молодой человек по имени Джереми пришел к нему, чтобы научиться, как красить машины, как делать другие вещи, и они проводили много времени вместе. И вот Роберт Уэсснер предложил этому молодому человеку по имени Джереми научиться проповедовать, представлять людям истину, открывать людям весть о втором пришествии Иисуса Христа. Он поделился с ним материалом для проповеди, и когда он в следующий раз направлялся в Гватемалу для проповеди, он пригласил Джереми с собой. И сказал ему Джереми, у тебя есть возможность также проповедовать, я дам тебе все необходимые материалы, у тебя будет возможность делиться вестью правды Божьей с другими людьми. Когда они поехали в Гватемалу, Роберт Уэсснер в одном городе проповедовал, каждый вечер он приглашал людей на эти собрания, проводил служение, открывал людям Слово Божие. Джереми, также в небольшом городке в Гватемале, каждый вечер проповедовал о Боге. Так прошло две недели. Каждый вечер люди приходили, и они слушали библейские пророчества, они слушали откровения Божьей истины для последнего времени. Они были приглашены принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И ближе к завершению этой программы, проводящий в каждом городе, Роберт Уэсснер в одном городе, Джереми в другом городе, пригласили людей к принятию важного решения. Принять крещение, заключить завет с Господом и присоединиться к Церкви Божией последнего времени. Джереми также во время своих программ и своей встречи обратился к людям с призывом. Он пригласил их принять важные решения в своей жизни, стать на сторону истины и принять решение заключить завет с Господом через водное крещение. Когда он обратился к слушателям с призывом, люди начали выходить ближе к сцене. Они проходили к сцене, демонстрируя свое решение заключить завет с Господом. И когда люди подошли, десятки людей подходили, принимая решение приготовиться к крещению. Джереми также оставил кафедру и вышел и стал рядом с ними. Пастор, который был в этой церкви, он не понял, что происходит, и спросил евангелиста, «А почему вы пришли и присоединились к людям?» И тогда Джереми сказал, «Я тоже поверил в истину, которую я проповедовал, и я также хочу принять крещение и стать частью Церкви Божией». Лучший выбор, который может сделать сегодня человек, это делиться вестью правды, вести людей к истине. И эта истина может обратить и самого проповедующего, который провозглашает эту весть. Точно так, как это произошло в случае с Джереми. Сегодня мы обращаемся к 12 главе книги пророка Даниила. Это глава, которая говорит о великом преимуществе делиться Словом Божиим и быть участником распространения вести Евангелия в последнее время. Эта книга содержит обетование о победе. 12 глава говорит о том, что разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Изучая книгу пророка Даниила, мы должны помнить, что в последние дни перед пришествиями Иисуса Христа центр внимания не должен быть обращен на Ближний Восток или события на Ближнем Востоке. Наше внимание должно быть обращено к истине, обратившие многих к истине. За полосой новостей, которую вы смотрите по сегодня, важно не потерять из виду главное — это наше отношение к истине. 12 глава книги пророка Даниила — это продолжение четвертого видения, которое истолковывает Гавриил. Последняя глава этой книги — самая короткая. В хиастической структуре книги Даниила, если центр тяжести приходится на седьмую главу, 12 глава является как бы эхом и отражением седьмой главы. 12 глава, которую мы будем изучать сегодня, это величественное и торжественное провозглашение о победе и наступлении Царства Славы. Я приглашаю вас обратиться вместе со мной к тексту 12 главы. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Данила, 12 глава, 1 стих. Слово Божие начинается с повествования о том, что судья всего мира, судья встает. Действительно, судья встает в конце суда, чтобы вынести приговор и решение суда. Это значит, что подошел к завершению суд, который продолжался до пришествия Иисуса Христа. На земле наступает время тяжкое, которого не было с того времени, как существуют люди. Это время тяжкое экономически, духовно и политически. Но финал близок. Слово Божие говорит об этом времени, как бедственное время для Иакова. Книга пророка Иеремии, 30 глава, 7 стих. И Иисус также говорит об этом времени, ссылаясь на пророка Даниила. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Матфея, 24 глава, 21 стих. «Как и во дни Вавилонского нашествия, казалось, что все было потеряно. И Иерусалим, и храм были захвачены вражеской армией. Казалось, что народ Божий отвержен самим Богом». То же самое происходит и в последнее время. Наступает время тяжкое. Это время тяжкое является временем также и испытания верности Божьего народа. И экология, и природа. Все говорит о том, что планета как бы вышла из-под контроля. Это время тяжелого кризиса. Горизонт потемнел. Надеяться кажется больше не на что. Вот как Иисус Христос говорит об этом времени. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 12 глава книги пророка Даниила начинается словом «восстанет». Это еврейское слово «амад». По сути, это слово является военной командой. До этого времени восставали цари, восставали правители, восставали власти против вождя воинства небесного. Но теперь встает тот, кто идет как победитель, царь царей и Господь господствующих. Имя Михаил звучит как победное имя. В переводе с еврейского «кто как Бог?» «Кто может сравниться с величием и силой Божией?» Встает Михаил. Наступил конец суда, и теперь решения приводятся в исполнение. Послушайте, что происходит. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. Даниила, 12 глава, 2 стих и 3. 12 глава показывает, что суд на небесах не оторван от происходящего на земле. Завершение суда и следующая исполнительная фаза суда происходит на земле. Суд решил, одними уготована вечная жизнь, они воскресают для жизни вечной, а другим вечная смерть. Только сейчас и никогда раньше люди обретают бессмертие. Без решения суда и без Бога человек не обладает бессмертием. Люди не попадают на небо в присутствие Божие в день своей смерти. Они ожидают решения небесного суда. Это произойдет тогда, когда Михаил восстанет как победитель, а до этого времени праведные и нечестивые согласно Слову Божию находятся в могилах. Вот как Христос говорит об этом. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Иоанна 5 глава, 28 и 29 стихи. «Верующие всех веков верили в дар жизни вечной и воскресение в последний день». Библия не поддерживает идею о том, что человек продолжает жить после своей смерти. Нет места в Библии и для учений о чистилище или перевоплощении. Библия говорит, есть смерть и есть воскресение по примеру Иисуса Христа, который также отдал душу свою на смерть, но в третий день он воскрес по Писанию. Марфа, говоря о своем брате Лазаре, говорит Иисусу Христу, «Знаю, что воскреснет в воскресение в последний день». Иоанна 11 глава, 24 стих. «Поэтому надежда, которую дает человеку Библия, превосходит все ожидания. Бог из праха поднимет человека к сиянию небесных звезд». 12 глава книги пророка Даниила, это глава надежды. Это глава о воскресении, это глава о начале небесного царства. Слово Божие говорит, «Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». «Разумные будут сиять, как светило на тверде и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Данила 12 глава, 3 стих. «Обитать во свете Божием такова участь спасенных. Они спасены. Их жизнь была светом во мраке греха. Они, подобно Джереми, помогли другим увидеть красоту Иисуса Христа. Они посвятили свою жизнь для того, чтобы возвестить и обратить к истине многих». В мире великого противостояния между истиной и заблуждением они избрали сторону света и истины. Они сохранили верность Господу во время преследований и гонений, во время темного средневековья. Они хранили верность заповедям Божьим во время всеобщего отступничества. «Их жизнь была светом. Они будут ходить во свете Божьего лица всю вечность». «Бог сотворит новые — небо и землю. Даже звезды будут сиять по-новому. Небеса снова явят славу Божию. Небеса возвещают правду Его», говорит Библия. «И все народы видят славу Его». Псалом 96, 6 стих. В 12 главе звучит вопрос, вопрос, который показывает нетерпение ожидания. «Когда же это будет?» Этот вопрос дважды звучит в 12 главе. Это вопрос, который звучит в сознании народа Божьего последнего времени, народа, ожидающего второе пришествие Христа. И вот ответ. «Ответ, который вроде бы неутешителен для Даниила». Послушайте, что сказано Даниилу. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение». Даниила, 12 глава, 4 стих. И еще один стих, который повторяет эту мысль. «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». 12 глава, 13 стих. Ответ не очень утешителен. «Это не произойдет при твоей жизни, Даниил. Ты успокоишься в могиле, но ты восстанешь, ты воскрешнешь, потому что восстанет Михаил. Он провозгласит решение небесного суда, и ты восстанешь для получения твоего жребия». Даниил успокоился. Даниил умер. В городе Сузы находится гробница Даниила, но она не всегда будет закрыта. Ангел дал ему обетование. Ты восстанешь. Слово Божие говорит о том, что Даниил воскреснет. Его книга была запечатана до последнего времени. Фраза «последнее время» четыре раза встречается в книге Даниила. Пророчества Даниила были сокрыты. Они записаны языком символов, потому что они относились к отдаленным временам. Книга Откровения также записана языком символов, но она никогда не была закрытой книгой или запечатанной. Поэтому пророчество Даниила содержит еще один важный элемент. Многие прочитают ее и умножатся в ведении. Знание пророчеств перед вторым пришествием Иисуса Христа умножится. Бог откроет через своих пророков эти знания. Бог откроет то, что написано в пророческих книгах Библии. И мы сегодня живем в это время. И действительно мы живем в то время, когда Бог открывает нам истины библейских пророчеств для того, чтобы ты и я могли принять решение стать на сторону истины. Быть в числе искупленных от земли, которые войдут в небесный город. В нашем сознании продолжает звучать вопрос, когда? Когда, Господи? Когда это наступит? И дальше книга Данила открывает нам ответ на этот вопрос. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившись над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого все это совершится». Данила 12 глава, 7 стих. «Период времени, времен и полувремени мы уже встречали в 7 главе». Этот период семь раз упоминается в Библии, хотя назван по-разному в разных случаях. Но во всех этих местах Священного Писания этот период соответствует пророческому периоду в 1260 лет. Вот как говорит об этом Слово Божие. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет». Откровение 10 глава, 5 и 6 стихи. И здесь ангел повторяет «времени уже не будет». После пророческих дат, после этих пророческих временных маркеров, которые указаны в книгах Даниила и Откровения, уже нет больше дат, указанных в Библии. Это время конца. Что же происходит в это время? И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Даниила 12 глава, 9 и 10 стихи. Время ожидания — это не пассивное время. Время ожидания — это время освящения, это время приготовления характера для вечности. Это время, когда мы должны, подобно Даниилу, положить в сердце своем, не оскверняться. Многие убелятся, многие очистятся, они отвергнут поклонение ложным богам и заповедям человеческим. Они обратятся к Господу в посте и молитве. Подобно Даниилу, они доверят свою жизнь в руки Господа, чтобы Он очистил и переплавил их, и приготовил их характер для вечности. В 12 главе здесь упоминается три временных периода, три срока — 1260, 1290 и 1335 дней, то есть лет. Послушайте, как говорит об этом Библия. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигает 1335 дней». Даниила, 12 глава, 11 и 12 стихи. Это четвертое видение в книге Даниила, которое расширяет и дополняет прежде полученные видения. Оно помогает нам понять еще дополнительные детали в ходе истории. Толкователи священных писаний в иудаизме в VIII веке пришли к выводу, что эти пророческие измерения, которые мы назвали здесь, истолковывать нужно, используя тот же пророческий принцип — день за год. Реформаторы также придерживались этого толкования, ссылаясь на сроки со времени утверждения папского господства. Они также применяли библейский принцип «день за год». Когда папство впервые обрело религиозную и политическую власть, после победы над арианством в Вестготов в 508 году н.э., с этой даты берут начало оба этих пророческих периода. Именно через 1290 дней, то есть лет, в 1798 году Папа Пий VI был взят в плен, и папство было лишено своей силы. Период, о котором упоминается здесь, в 1335 дней, то есть лет, таким образом заканчивается в 1844 году и совпадает со временем окончания пророческого периода в 2300 лет. Вопрос Даниила, когда это будет? Это эхо вопроса, который уже прозвучало в 8 главе книги пророка Даниила. И поэтому Даниил снова слышит заверение в победе. Он снова слышит о том, что наступит долгожданное время небесного Йом-Кипура. Наступит время, когда истина будет восстановлена. Пророческий период в 2300 вечеров и утр закончится в 1844 году. Это блаженное упование, которое обещано Даниилу. Это исполнение его ожиданий о том, что наступит день небесного Йом-Кипура, очищения небесного святилища. Это время восстановления истины и суда над властью малого рога. Попытки истолковать эти периоды как буквальные дни в будущем нарушают литературную структуру книги и искажают значение слова «тамид» в попытке применить это слово к дню поклонения. Даниилу сказано «Блажен, кто достигнет». Счастливы те люди, которые имеют возможность и честь жить в это время. Чем же особенно наше время? Время после 1844 года. Последний маркер, указывающий в Библии на какую-либо дату, это 1844 год. Именно с этого времени наступило время конца. С этого времени Бог призывает церковь, Он призывает движение, для возвещения вести о втором пришествии Христа, о поклонении Богу-творцу. Мы видим, что борьба усиливается. В это же время враг усиливает свои действия. В 1859 году выходит книга Дарвина, опровергающая Бога как Творца. Это время, когда Библии печатаются и распространяются на все континенты. Но в то же время мы видим, как богиня разума и французская революция пытается опровергнуть веру в Бога. Это время и эпоха возрождения, когда Бог призывает одаренных композиторов и музыкантов. Но на арену борьбы выходит также и воинствующий атеизм. Мы живем в это время. Миссионеры по всему миру провозглашают имя Иисуса Христа, весть о пришествии Иисуса Христа и призыв обратиться к Господу и следовать за Ним. Блажен, кто достигнет конца 1335 дней. Железный занавес рушится, Бог открывает особые возможности для проповеди. Церковь использует это время. Но исцеление смертельной раны ведет к укреплению позиций власти малого рога, который по виду стал больше других. Происходит экуменическое движение, которое объединяет разные динаминации вокруг этой власти. Наступает время преследований и, кажется, наступило поражение. Но Адонай, Господь и Небесный Бог не поражен. Звучит военный термин Амад. Восстанет Михаил. Это провозглашение победы. Это весть надежды, которую Даниил обретает в этой главе и в конце ведения 12-й главы. А ты иди к твоему концу и успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Даниила 12-я глава, 13-й стих. Еврейский текст содержит игру слов. На восстанет, который относится к Михаилу, эхом откликается «восстанешь», относящаяся к Даниилу. В обоих случаях употреблен тот же глагол «Амад». Это весть надежды. Завеса в конце книги Даниила не закрывается на трагической ноте. Книга Даниила заканчивается вестью надежды и вестью победы. Таков наш Бог. Среди поражений и потерь он приходит с вестью ободрения и надежды. И в это последнее время звучит Слово Божие, которое провозглашает весть надежды для нас. «Сеграду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Мы сегодня живем во время ожидания. Но это ожидания не пассивные. Это время, которое мы посвящаем для провозглашения вести о нашем Спасителе. Это время возвещения о втором пришествии Иисуса Христа. Джереми, молодой человек, посвятил свое время для проповеди Евангелия в Гватемале. И благодаря этому служению он обратился к Господу. Возвещая Евангелие другим, мы исполняем великую миссию и великое поручение Господа нашего Иисуса Христа. Поручение, которое он оставил своим ученикам, когда он однажды сказал им, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Сегодня мы живем в это время. «Когда обратившие многих к правде, они встретят Господина жатвы, они войдут в небесный город, чтобы быть в присутствии света лица Господня, чтобы прославлять Господа в течение вечности. Вот надежда, которую открывает нам пророк Даниил». Я благодарен Господу за моих дорогих родителей, за моего брата, за пастырей, которые учили любить Бога и Его истину. Я благодарен Богу за преподавателей Заохской Духовной Академии, за то, что они открывали красоту характера Иисуса Христа и Его безусловную любовь ко мне. Они учили любить пророчества и учили познавать истину Священного Писания. Я помню, как впервые в поселке Пущино в Московской области у меня была возможность делиться радостью познания Слова Божия. Я всегда осознаю свои слабости и свое несовершенство в этом, но это не мешает мне испытывать радость, когда я вижу просветленные лица людей, узнавших о Божьей любви к ним, узнавших о надежде, которую Господь открывает в Слове Своем. Слава Господу за то, что истина и свет принадлежат Ему, могущество и сила принадлежат только Ему. Несмотря на падения и ошибки в нашей жизни, Он остается победителем. Он один достоин славы и хвалы. Только Его прославят спасенные всех веков, искупленные Его великой жертвой на кресте. Я сегодня благодарен Богу за Его любовь ко мне, за Его обетование о победе абсолютной и вечной истины. Книга Даниила — это книга, вселяющая надежду. Я благодарен Богу, что могу делиться этой надеждой с другими. Самые лучшие дни моей жизни, самые лучшие воспоминания моей жизни — это воспоминания о времени, которое проведено в служении Богу, провозглашая весть о победе вечной истины. Я приглашаю вас, придите ко Христу сегодня. В молитве обратитесь к Господу, и Он услышит вас. Придите к Нему с покаянием в грехах ваших, и вы получите прощение грехов. Примите истину открытую в Священном Писании и делитесь ею. Обратившие многих к правде будут сиять всю вечность. Я приглашаю тебя, дорогой друг, сделай свой выбор сегодня. Милосердный и любящий Отец наш Небесный, мы благодарим тебя за откровение пророчеств, благодарим тебя за весть надежды, которую ты оставил для нас, за то, что эти книги, которые были сокрыты на протяжении веков, сегодня открыты для нашего понимания. Мы благодарим тебя, Господи, за то, что ты обещаешь пройти вместе с народом твоим через время скорби, которого не бывало на земле с того времени, когда существуют люди. Мы благодарим тебя за то, что ты не оставишь детей своих. Помоги нам использовать время для того, чтобы обращать к правде тех людей, которые ищут тебя. Я благодарен тебе, Боже, за то, что сегодня я могу смотреть в будущее с надеждой. Благослови каждого, кто слушает и смотрит эту передачу, чтобы мы могли избрать сторону истины в этой великой борьбе и быть в числе победителей. Мы благодарим тебя за надежду на воскресение, что и умершие во Христе воскреснут. И однажды ты, как властелин жизни, наделишь спасенных бессмертием. Мы благодарим тебя, Боже, за все, и тебе только одному воздаем славу, благодарность и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.